МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Данная работа проводится в частности при поддержке городской администрации соответствующего выездного распоряжения к тому, как будет проводиться данное мероприятие, оказывается определенное содействие в проведении данных мероприятий. Более того, от главы администрации города Симферополя Геннадия Сергеевича Бахаря в этом году переданы жертвенные животные в адрес для мусульман города Симферополя, розданы по микрорайонам и уже на месте руководители органов мясо-самоуправления совместно с самым и определят, кому пойдет мясо этих жертвенных животных. В принципе, мероприятие будет больше проводиться по местам компактного проживания, каких-то отдельных больших празднований, как у Роза-Байрама в Гаганинском парке не будет, но оно связано с определенной спецификой, то есть будет большее количество людей задействовано, и с нашей стороны оказывается максимальное содействие в проведении данных мероприятий. В принципе, какие традиции существуют празднования Курбан-Байрама? В основном традиции следует отметить, что в принципе у нас два больших праздника, это Роза-Байрам и Курбан-Байрам, после, с утра все мужчины идут на праздничный намаз, на праздничную молитву, после данной праздничной молитвы, как правило, поздравляют с праздником старших, дети целуют руки старшим, за это получают определенные подарки. Также одной из традиций является то, что необходимо зарезать жертву на животное, режут барана, и также распределяют, часть раздается нуждающимся, часть отдается близким, родственникам, часть остается непосредственно уже семье, которая совершенно режется данное жертву на животное. Этот праздник посвящен окончанию хаджа, вот в этом году были ли крымские мусульмане в святых местах в Микке? Да, большое количество отправилось крымских мусульман в местах хаджа, несмотря на попытки отдельных лиц каким-то образом противодействия сорвать, этому извне Российской Федерации, кто это пытался делать, мне это не удалось. Второй год уже подряд удается отправить большое количество желающих, гораздо больше, чем это было ранее. Более того, существенно изменилась цена, правительство датирует. Не то, что датирует, скажем так, и на уровне Крыма, на уровне субъекта, и на уровне уже в Федерации проводится определенная работа для того, чтобы сумма была адекватной. Это тоже определенная индустрия, в данном случае отрабатываются все механизмы для того, чтобы сумма была доступной и существенно ниже, и не дать возможности кем-либо посредникам на этом заработать. Данная политика привела к тому, что увеличилось количество желающих, сумма значительно снижена. И, скажем так, многие, кто раньше себе это не мог позволить, поскольку это было на тот момент дорогостоящем, уже в сегодняшний день имеют возможность поехать в Хадж, и я думаю, что с каждым годом количество их будет только увеличиваться, благодаря отлаженной работе крымского правительства, ну и работе на уровне уже в федеральных властей. Вы сказали, что желающих очень много посетить Меку, да? Но каким образом выбирают именно тех, кто непосредственно поедет сейчас? Не, ну они обращаются желающие в Муфтия, там уже проводятся соответствующие работы, те, кто имеют необходимые документы. Я знаю, что оказывается постоянно содействие, даже там идет работа с Муфтия, там кто не имеет соответствующих документов, также им оказывается содействие в их оформлении. В принципе, едет тот, кто желает, в принципе, по возможности, как правило, в рамках КОТ и набираются люди, те, кто готовы по состоянию здоровья, по всем иным параметрам участвовать. То есть, в принципе, каких-то ограничений нет. Едут все желающие. Те, фуку, я не могу не затронуть особо острую на сегодня тему, это продуктовая блокада полуострова, так называемая, да? Насколько она может сказаться или уже сказалась на крымчанах? Ну, сказаться, навряд ли, как-то скажется. На самом деле, в какой-то мере, ранее специалисты говорили, что, в принципе, для того, чтобы наладить нормальную логистику российских продуктов, для поставки продуктов через переправу, либо же контейнеры в перевозах, в принципе, необходимо было для Крыма определенное ограничение товара, поступавшего с территории Украины, поскольку периодически заходивший по значительно нижней цене и надо умышленно поддемпинговаться не товар, мешало логистике чисто российских товаров. Сказать, что каким-то образом цена изменилась, ну, все эти байки, которые показываются по украинским каналам, потому что там, когда показывается обычная стихийная торговля, выдавая ее за привоз, с какими-то якобы фантастическими ценами, я думаю, ну, все, каждый человек, выходя в магазин или на рынок, в принципе, понимает, что это все байки. Скажем так, это больше имидж и удар по тем, кто эту блокаду, скажем, задумал. Много говорится о том, что якобы это крымские татары, много об этом говорится, что якобы они проводят данную блокаду, но мы все видим по всем каналам, в принципе, в интернет-ресурсах видно, что там не более десятка крымских татар, на самом деле, некие люди в военной форме с красно-черными флагами осуществляют данное мероприятие. Просто кто-то решил взять под контроль, скорее всего, границу и наладит на этом деле бизнес. Я думаю, этому будет дана оценка, и это будет серьезным поражением в итоге для тех, кто это мероприятие задумал. Крым, вполне самодостаточный регион, продукции у нас достаточно. Сейчас вот осенние ярмарки будут проходить традиционные, что позволит людям... Может, это даже стимул, да? Это стимул, да, есть большое количество продукции. На самом деле, максимально проводится работа, чтобы крымский производитель напрямую мог поставлять продукцию. У нас большое количество ярмарок на территории города Симферополя проходит, готовится сезонное. Обычно 2-3 ярмарки осенью бывают. Думаю, сейчас эти ярмарки пройдут, цены будут ниже, в принципе, рыночных, и люди смогут на зиму, как всегда, приготовить запасы, как это делается. Пострадает только украинский производитель. Скажите, как крымские татары относятся к тому же Джамилеву, Чубарову, людям, которые заявляли о безграничной любви к своему народу, но которые, по сути, эту же блокаду устроили и хотят, в том числе, и свой народ оставить голодным? Ну, в принципе, понимаете, у нас долгое время шла информационная война, и она ведется на сегодняшний день в интернет-ресурсах, под различными никами регистрируются люди в соцсетях, пытаются нагнетать ту или иную информацию. Но люди, в принципе, сравнивают то, что происходит в действительности, с теми картинками, которые рисуют у нас некоторые телеканалы, и, в принципе, видят. Данная пиар-акция, на что ее назвать просто нельзя, она просто направлена на то, чтобы напомнить о существовании вообще как таковых политиков, поскольку недавно-давно уже вышли на второй план, и, в принципе, мало кто обращает на них внимание. Вопрос в том, что акция скоро закончится, а итогов от нее никакой не будет, я думаю, это будет финальным аккордом, в принципе, в этой политической истории. Люди видят те изменения, которые происходят. В двух микровонах компактного проживания в городе Симферополь сейчас ремонтируются дороги. В микровоне Ак-Мечети, она не варентировалась десятилетиями. В микровоне Фонтана, знаменитая бетонка, изначально, как в принципе, она не была достроена при Украине, находилась в полуразрушенном состоянии. Там проводятся достаточно серьезные работы сейчас. То есть люди видят изменения, и, думаю, на следующий год их будет еще больше. И, в принципе, никакие акции уже в последующем на территории сопредельных государств уже не смогут повлиять на межнациональную обстановку в Крыму. И как бы не вбрасывался тезис о том, что якобы-то крымские татары ощущают какую-то блокаду, в принципе, но все крымчане понимают, кто на самом деле эти мероприятия проводит. И каким-либо образом на межнациональном балансе эта акция не скажется. Продолжая эту же тему, можно ли говорить о том, что, в принципе, вот такого рода продуктовая блокада это в большей степени удар по их же украинским производителям, тех же херсонцев, которые живут, по сути, этой торговлей с Крымом? На сегодняшний день даже есть знакомые мне обращались, те, кто раньше каким-то образом были связаны с бизнесом, с поставкой продуктов с материкой Украины. Они, в принципе, говорят, как такой рынок сбыта после того, как произошла ситуация на востоке Украины. В сбытках такого отсутствует продукции огромное количество. В принципе, данное мероприятие носит больше удар даже и по крымским татарам. Я знаю крымских татар-попринимателей, которые все имевшиеся деньги вкладывали в бизнес. То есть для них все оборотные деньги находились в товаре, как правило, в скоропортическом товаре, который завозился с территории Украины. На данный момент товар простаят либо на границе, либо на территории заводов. Люди не просто теряют деньги, люди разоряются. А это также семьи. И, в принципе, я думаю, тот негатив, который накапливается, просто будет иметь серьезные последствия. Ну, как ни крути, крымчане уж голодные точно. Они останутся. Это Ифук. Я вас поздравляю с наступающим праздником. Спасибо большое. У нас на этом все. Но мы не прощаемся. Оставайтесь с первым крымским. Субтитры подогнал «Симон»!